Корпус из стекловолокна поставляется готовым для дальнейшей работы с ним. С помощью шаблонов рабочие наносят на него надписи. Затем к нему привинчивают площадки для ног. В нижней части корпуса просверливаются отверстия. Сначала для водоотливной системы, потом для системы выпуска. Затем рабочие прикрепляют ремни, которые будут удерживать все узлы в нужном положении. После этого крепятся прокладки, над которыми будет установлен двигатель. Далее следует очень важная деталь – крепеж двигателя. И, наконец, сам двигатель. Двигатель, мощность которого 130 лошадиных сил, доставляется на завод полностью собранным. Остается только установить его. Затем устанавливают струйный насос, который придает гидроциклу мощь, аккумулятор и карданную передачу, связывающую двигатель и струйный насос. Потом устанавливают бензобак емкостью в 54 литра. И подключают карданную передачу. Чтобы предохранять струйный насос, устанавливают защитный кожух. Тем временем робот занят верхней частью корпуса. В определенных местах наносится нужное количество клея. Рабочие приклеивают крепеж внутреннего оборудования. Затем робот наносит клей по периметру нижней и верхней частей корпуса. Верхняя часть корпуса нагревается, чтобы клей держал крепче. Нижнюю часть корпуса прижимают к верхней. Клей застывает за 15 минут. Применяя ультразвуковое устройство, проверяют герметичность соединения. Затем устанавливают капот и рулевую колонку. После быстрой проверки двигателя остается прикрепить пластмассовый бампер. Сборка гидроцикла закончена. И он готов к приключениям на волнах. На пляже все сойдут с ума от зависти.